МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ Как докладчику удалось подсчитать устные обращения граждан, если это, конечно, не телефонные звонки, неизвестно. Основные вопросы традиционно связаны с ЖКХ и дорогами. Активно осваивают жители интернет. По форме обращения зрители чаще стали пользоваться электронной почтой. На официальный сайт администрации Пушкинского муниципального района поступило 750 обращений, что на 14% больше в соответствующий период прошлого года. Основную часть составляет вопросы к коммунальному и дорожному хозяйству. За четкий период с портала Добродилов в администрации Пушкинского муниципального района поступило 4786 обращений. Поток цифр докладчика прервал глава района. Мы хотим услышать, как мы разрешаем жалобы граждан. Какие меры мы принимаем, по каким вопросам. Вот эти 53%, которые положительно удовлетворены просьбой и чаяния граждан. Что это за жалобы? О чем речь идет? Видимо, разволновавшийся докладчик не сразу понял суть вопроса господина Гребениченко. И упорно делал ставку на количество обращений граждан. По ряду людям помогли. Помогли ли вообще? Мы что-то сделали для людей? Для людей, конечно, сделано. По статистике мы видим, что количество обращений в целом меньше, чем в 2015 году. По ряду вопросов обращения выросли, по ряду количество обращений снизили. Из данной статистики, конечно, я не могу сказать, какие меры приняты конкретным направлением по решению вопросов. Единственный вопрос про город Пушкина задал Сергей Иванович Гулин, тоже неудовлетворенный сухими цифрами статистики. И даже в этих сухих цифрах, которые ни о чем не говорят, городское поселение Пушкина, которое включается в порядка 60% Пушкинского муниципального района, в таблице просто отсутствует? Ну, там присутствует муниципальный район и принимается. Есть такой момент. Там общее количество донатри, тысячи с лишним обращений. Из них надо вычислить сколько по Пушкина. Вторым вопросом заслушали готовность к отопительному сезону, который сейчас можно оценить количеством паспортов, представленных комиссией. В этом районе на 12 апреля должно быть представлено паспортов готовности 683. Фактически на данный момент представлено 856 паспортов готовности. То есть у нас управляющая компания будет с переживанием графика. И как заявил на прошлой неделе глава района, наш район – один из немногих в области, представленные паспорта готовности которых после выборочной проверки практически 100% одобрены. По теплотрассе в Тарасовке проявилась еще одна проблема – взаимодействие между поселениями и организациями. Ну, желательно копию нам отправлять, чтобы мы были в курсе, но отвечать, вот идет вот жалоба по вот этой трассе уже много раз. И мы же не знаем, да, плана той же теплосети. Даже если я позвоню Лею Васильевичу узнаю, значит, я считаю слов, ответ дам на этот добродет. Поэтому вот они сейчас говорят, что они все-таки планируют. Поэтому я попрошу дать ответ на вот эти обращения жителей, что там в декабре эта трасса будет сделана, и не направлять нам эту жалобу. Потому что я вот сейчас услышала, что когда это планируется. Доклад службы водоканала порадовал финал. И также на подкачке, на 721-27-33, присоединился на подкачке посадок стихи. На сегодняшний день мы выполняем все работы права на порядке, на декабре согласовании в Москве. Вопрос, который коснулся сразу всех. Длительное согласование документов, по которым выделяются финансовые средства. Из-за того, что вот это долго тянется, теперь говорят, что индексы устаряют, надо переделывать. Мы с годами будем согласовывать и каждый раз перейдем. И что проверять в той же бухгалтерии? Деньги поселения, смета со штампом, проверенные УИКСом. Вот что бухгалтерия вашим будет там проверять? Бухгалтерия проверяет. Ну и зачем удаляется? Если это бюджет, то мы уходим. Ну бухгалтерия, вот такие замечания в нашем документах. Я вот тут тоже не понимаю. Сан Саныч, ты помнишь, что там было? Я помню. Ваша бухгалтерия, почему эта труба не понравилась, которую у нас там заложили? Ну а в общей сложности, как 12 по 3 дня, а в 36 дней. Зачем она вообще-то согласовывает, без своей вещи? Вот это вопрос правильный. Да, надо же перескорить, она сообразовывает, это отдельная история. Зачем, вот это вопрос правильный.